приветствую вас на канале бисеромания в этом мастер-классе я вам покажу как можно сплести вот такое легкое вплетение колье из бисера и бусин выглядит она просто восхитительно красивые бусинки и рондели переливаются на солнышке плетется она довольно таки легкая по моему мастер-классу поэтому если вам оно понравилось давайте и мы его сделаем вместе недавно я снимала видео распаковку про материала которая заказала в интернет-магазине энбит полную и подробную версию вы сможете посмотреть по вот этой ссылочке которую я оставлю где-то здесь или поставлю ссылочку внизу под видео в описании на этот видеоролик а сейчас мы с вами сделаем из некоторых из этих материал сегодняшние ожерелье для плетения этого колье я выбрала вот такие материалы нам понадобится два вида ронделей одни маленькие а вторые большие где-то 4 на 3 миллиметра рондели и рондели 6 на 4 миллиметров у меня рондели маленьких именно из этой посылки не было поэтому я возьму вот такие бусинки диаметром 4 миллиметра также вот такие красивые зные бусины капля 13 на 8 миллиметров по моему они в размере в общем ссылочки в предыдущем видео там где обзор и возможно я добавлю сюда эти ссылочки на все эти материалы вы конечно же найдете внизу в описании также вот такие бусинки диаметром 6 миллиметров также использую бисер и новенький которыми я еще не пользовалась посмотрим как он будет в работе и также нам понадобится леска диаметром 0 18 миллиметров я беру замочек обычный карабин соединительным кольцом и цепочку также мы будем использовать иголку если лесочки у вас нет вы можете конечно же плести на нити короче сейчас я испытаю вот этим вот этот бисер как его можно испытать слазит ли краской или с него или нет мы берем просто бисеринку и начинаем ее вот таким образом тереть ожерелье будет естественно об вашу кожу об вашей вещи соприкасаться и поэтому вот таким образом можно проверить качество бисера есть некоторый бисер которого вот это напыление буквально сразу слазит это бисер конечно не очень хорошего качества который остается потом краска на ваших пальцах бисер плохого качества как вы видите на моих пальцах ничего не осталось бисер хорошо окрашен краска не слазит бисеринки прикольные одного размера то есть нету такого знаете как китайском бисере больше меньше размер идеальный размер бисеринка в бисеринку в общем бисер хороший на марка фгб если кто-то попадет на такой бисер то спокойно можете покупать как всегда набросала небольшую схемку плетения но к сожалению тут хоть бы я разобралась потому что очень такое плетение запутанное берем две иголочки набираем большой отрезок метра два на каждый из концов иголочек то есть мы будем плести а двумя концами для начала я хочу присоединить замочек поэтому я его набираю далее мы набираем такой набор 1 бисер и немножко высыплю чтоб не было удобно 1 бисер один маленький рондель 1 бисер один маленький рондель вам случае это маленькая бесит бусинка 1 бисер и один маленький рондель вот такой набор я опускаю свое плетение свожу две иголочки и опускаю по центру любым из концов я прохожу через этот весь набор через бисеринки через бусинки через замочек вот таким образом снова свожу 2 иголочки вместе и опускаем полностью наше плетение вот так получается можно еще пройти один раз таким же образом прошло несколько раз по вот этому кругу далее нам нужно чтобы два конца лески у нас выходили из бусины поэтому я далее прохожу по кругу и у нас вот таким образом получается леска выходят из бусинки второй ряд мы набираем на верхнюю леску одну бисеринку одну бусинку одну бисеринку на нижнюю леску я набираю 1 бисеринка и 1 бусинка верхней вот этой лесочкой я прохожу через нижнюю бусинку навстречу лески вот таким образом и затягиваем вот этой нижней бусинки у нас должны выходить ниточки или лесочки в разные стороны вот таким образом я затянула третий ряд на верхнюю леску я набираю бисеринка бусинка на нижнюю леску я набираю одна бисеринка один большой рондель одна бисеринка бусинка капля бисеринка большой рондель и бисеринка вот этим нижним концом лески я прохожу через вот эту верхнюю бусинку навстречу лески теперь с вот этой бусинки у нас должны выходить ниточки в разные стороны поэтому мы затягиваем аккуратно нашу леску его так у нас выходит четвертый ряд на верхнюю ниточку я набираю одну бисеринку бусинку бисеринку на нижнюю я набираю одна бисеринка и маленькие рондель теперь верхней лесочкой я прохожу через вот эту нижнюю бусинку снова у нас должна леска выходить из бусинки в разные стороны аккуратно подтягиваем и затягиваем плетение видите как у нас вот здесь стало симметрично 4 бусинки бусинки по серединке капля и получился вот такой узор 5 ряд на верхнюю леску я набираю одну бисеринку один маленький рондель на нижнюю я набираю одну бисеринку один маленький рондель и одну бисеринку вот этим нижним концом я прохожу через верхнюю бусинку навстречу лески чтобы лесочки выходили именно из этой бусинки в разные стороны хорошо подтягиваем и вот теперь наше плетение полностью симметрично как вы видите далее а нам нужно повторять вот этот элемент до самого конца плетения и сейчас вам еще раз покажу как его нужно плести далее мы повторяем плетение со 2 по 5 ряд до конца пока мы не сплетем наше ожерелье повторяем плетение 2 ряда на верхнюю леску мы набираем 1 бисеринка 1 бусинка 1 бисеринка на нижнюю мы набираем 1 бисеринка и 1 бусинка верхней иголочкой верхней леской мы проходим через вот эту нижнюю бусинку навстречу лески вот таким образом затягиваем лесочки разные стороны точнее к нашему плетению хорошенько подтягиваем чтобы не распускалась у нас леска третий ряд мы набираем одну бисеринку одну бусинку наверх а на низ мы набираем 1 бисеринка большой ронды 1 бисеринка бусина капля 1 бисерина рондель и 1 бисерина и теперь мы нижним вот этой лесочкой мы проходим через верхнюю бусинку вот таким образом навстречу затягиваем четвертый ряд мы набираем на верхнюю леску одну бисеринку одну большую бусинку одну бисеринку на нижнюю леску мы набираем бисеринка и маленький ронды верхняя лесочка мы проходим через нижний ряд вот таким образом через бусинку навстречу лески и затягиваем плетение пятый ряд на нижнюю леску и я набираю одну бисеринку один рондель маленький и одну бисеринку на верхнюю я одну бисеринку один рондель маленький нижнюю концом нижняя леска я прохожу через вот эту верхнюю бусинку маленькую и затягиваем все как вы видите наше плетение с плетеной полностью готова далее мы продолжаем плести со 2 по 5 ряд повторяя вот такие элементы вот такую периодичность очень красиво получается особенно бусинки используются такие которые очень красиво переливаются на солнышке поэтому ожерелье я думаю получится просто восхитительное сплела до конца вот такое уже симпатичная получилось ожерелье в конце я вам покажу как присоединить цепочку сделав нечетное количество элементов у меня получилось 15 я набираю пятый ряд на низ я набираю одна бисеринка рондель бисеринка наверх бисеринка рондель маленький бисеринка также я на любой из концов набираю цепочку захватываю за соединительное кольцо прохожу верхнюю бусинку и затягиваем точно у нас получилось так же как и в начале центр у нас посерединке есть потому что у нас нечетное количество теперь мы закрепляем вот этот последний элемент и я здесь буду проходить несколько раз несколько кругов сейчас я вам покажу вот так любым из концом концов лески мы проходим по кругу потому что у нас здесь присоединяется замочек поэтому соединение должно быть надежная если что если вдруг оттягивается леска таким образом мы сначала поправляем вот эту часть затем хорошенько затягиваем все теперь делаем несколько узелков закрепляем и ожерелье готово вот так выглядит ожерелье я по моему очень неплохое получилось как-то и розовый как-то сочетается со всеми бусинкам мне очень понравилось такое ожерелье надеюсь понравилось и вам поэтому жду от вас лайков под видео пишите комментарии обязательно делитесь этим видео со своими друзьями если вам понравились материалы которые я заказывала в интернет-магазине and me beats то обязательно проходите по ссылочке ссылочка на магазин будет внизу под виду также я добавлю ссылочки на каждое из товаров поэтому кликайте если вам что-нибудь понравилось и переходите в магазин также можете посмотреть видео где я показываю распаковку в общем всем желаю отличного настроения хорошего плетения до новых встреч пока пока пока